На Украине завершается смена власти. В воскресенье страна избирает новый парламент. Расстановка сил накануне голосования – это наша главная тема сегодня. По данным соцопросов за три дня до выборов, в Верховную Раду Украины пройдут до 10 партий. В числе фаворитов – Блок Порошенко, Радикальная партия Лешко, Народный фронт, Самопомощь, Батькивщина Тимошенко. Около трети избирателей пока не определились, за кого они будут голосовать. Внеочередные парламентские выборы пройдут в воскресенье 26 октября. В Западной Африке лихорадкой Эбола заразились уже почти 10 тысяч человек. Почти половина из них скончались. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ предполагает, что в декабре каждую неделю вирусом Эбола в Западной Африке будут заражаться 10 тысяч человек. В результате месяца авиаударов США и союзников по позициям террористов группировки «Исламское государство» убиты 553 боевика и 32 мирных жителя. Такие данные предоставил Сирийский наблюдательный совет по правам человека. Первые авиаудары были нанесены месяц назад, 23 сентября. Боевики террористической группировки «Бока-Харам» похитили 60 девушек на северо-востоке Нигерии. При этом террористы убили несколько жителей деревни и ограбили магазины. Полгода назад в Нигерии были похищены 200 школьниц. Они все еще находятся в руках джихадистов. А теперь к нашей главной теме. Несмотря на неурегулированный конфликт на востоке страны, на Украине в воскресенье пройдут парламентские выборы. На территориях подконтрольных сепаратистам и в аннексированном России Крыму голосование проводиться не будет. Расстановку сил перед выборами обсудим с экспертом Deutsche Welle по Украине Романом Гончаренко. Роман, после падения режима Януковича полномочия президента на Украине были существенно ограничены. У нового премьера будет напротив полномочий гораздо больше. Можно ли говорить о том, что в этой ситуации парламентские выборы на Украине могут оказаться даже важнее выборов президентских? Да, безусловно, эти парламентские выборы важнее президентских. Хотя бы уже потому, что у премьер-министра по украинской конституции больше власти, чем у президента. Поэтому Порошенко очень заинтересован в том, чтобы новым премьер-министром стал человек, которому он доверяет, с которым он может вместе работать. Именно поэтому Порошенко стремился привлечь нынешнего премьер-министра Асения Язунюка в свой блок, блок Петра Порошенко. Этого не произошло, они не договорились по какой-то причине. Яценюк идет отдельной командой на эти выборы. Тем не менее, думаю, что в новом правительстве после выборов они будут работать вместе, и Порошенко и Яценюк сформируют коалицию. Роман, по данным опросов, второе место на выборах может занять радикальная партия Олега Лешко. В российской прессе ему уделяют достаточно много внимания, называют его, как правило, бандеровцем или даже фашистом. Наш корреспондент в Киеве сняла репортаж о том, что это за человек и чем вызвана его растущая популярность. Давай посмотрим сюжет и вернемся к разговору через пару минут. На выборах 26 октября радикальная партия Олега Лешко может, согласно опросам, занять второе место, пропустив вперед только блок действующего президента. Популярность 41-летнего Лешко и его партии росла на фоне событий сначала на Киевском Майдане, потом в Крыму и в Донецке. Сам харизматичный политик, в прошлом журналист, сделал немало для того, чтобы добиться известности с помощью популистских обещаний и запоминающихся пиар-акции. Его нередко называют украинским Жириновским. На украинском Ютьюбе есть целые каналы для любителей Лешко, где собраны, например, кадры, как Лешко участвовал в обороне Майдана, как ловил и допрашивал сепаратистов в Донбассе, а также как бил своих противников и как те били его. Лешко во время каждого своего появления на публике очень эмоционален. До тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную политику, не может быть нормальных отношений между Украиной и Россией. И, пользуясь случаем, мы обращаемся к россиянам. Остановите своего агрессора Путина, ибо то, что он делает, на тысячи лет сеет раздор между двумя народами. Городок Козелец, Черниговская область. Здесь родился Лешко. Он обещает обеспечить работу и сельскую молодежь, снизить пенсионный возраст для женщин с 60 лет до 55. Называет главных врагов простых украинцев – Путина и украинских олигархов. Ахметовы, Фиртыши, Коломойские, Пинчуки, Суркисы – все олигархи – это зло для страны. Они 23 года грабили страну, довели до ручки. Нужно всех гнать в шею. Многие жители Козельца солидарны со своим земляком. Почему образ политика-популиста, известного своими эксцентричными акциями и радикальными предложениями, нравится избирателям? Политолог Кирилл Савин проводит параллели с успехом националистической партии «Свобода» на прошлых украинских выборах. «Свобода тоже популистская довольно сила, тоже радикальная националистическая правая. И вот они как раз сыграли на том, что был протестный электорат, которому хотелось сильной руки, каких-то простых лозунгов, простых обещаний, которые «Свобода» давала в большом количестве. Лешко почти везде появляется в окружении бойцов добровольческих батальонов, которые воевали в Донбассе. Символ его партии – виллы, которыми Лешко грозит всем плохим парням. Радикальная партия пока это классический пример партии одного человека. Однако ее значение возрастет. Ведь в будущий парламент Лешко, по всей видимости, проведет не меньше двух десятков депутатов и сформирует собственную фракцию. Роман, а у Лешко и его людей есть шанс войти в состав правительства, которое будет сформировано после выборов? Думаю, это маловероятно, хотя исключать этого нельзя. Кстати, насчет популярности Лешко. Он теряет популярность, причем очень сильно. Еще летом опросы прогнозировали ему второе место и с результатом до 20%. То есть это был просто невероятный взлет для человека, который считается популистом и который раскрутился в большинстве случаев, как считают эксперты, благодаря телевизионной рекламе и участию в ток-шоу, а не каким-то достижениям своим. Сейчас же его популярность упала, похоже, до 7-10%. То есть в два, а может быть даже в три раза. Поэтому я бы не стал переоценивать его значение. И в любом случае он не войдет в правительство. Хотя бы уже потому, что он очень жестко критиковал нынешнее правительство Яценюка и угрожал некоторым министрам расправой. Какую роль, на твой взгляд, играли в избирательной кампании конфликт на востоке Украины и отношения с Россией? Безусловно, это была одна из главных тем, если не самая главная. Украинцы больше всего боятся продолжения войны, ее разрастания, увеличения новых жертв. Поэтому они хотят, чтобы политические партии, которые сейчас баллотируются в парламент, сделали все для того, чтобы война прекратилась. С другой стороны, это, конечно, далеко не главная тема. Были другие, которые также обсуждались. Например, экономическая ситуация в Украине, экономическая ситуация, рост цен, инфляция и так далее. Украинцы в любом случае хотят поддерживать отношения с Россией. То есть, отношение к России ухудшается, и об этом говорят многие политики. Но о полном разрыве отношений во время этой избирательной кампании, я думаю, мало кто говорил. Интересно, мне бросилось в глаза, что относительно мало говорили о Крыме. Обозреватели считают, что украинские политики, похоже, не верят в то, что Крым в скором времени вернется на Украину, вернется в состав Украины. И не знают, как это сделать. Спасибо, Роман. Я напомню, что на связи со студией был эксперт ДВ по Украине Роман Гончаренко. К теме украинских выборов мы вернемся в завтрашнем выпуске «Геофактора», в том числе на телеканале «Дождь». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова